Хавать крипов, всё-таки по XP я буду чуток проседать. Ну ничего, как бы 2К рейтинга, я думаю, разберёмся с бойцами сейчас ещё кто кого здесь. Кто это? Собака Панина, 1488. Спасибо, братишка, за подписку и добро пожаловать на канал. Понимаю, что ты первый месяц, очень приятно. Welcome, братишка. А лич меня не бьёт вообще. Так, минёр снизу, всё. Минёра я увидел, лич, короче, забил крипа, пока я тут на минёра смотрел. Минёр снизу. Знаете, есть у меня одна идея вообще, что сделать. Я сейчас просто перефармлю вот эту пачку и зайду за башню. И там буду стоять, учитывая, что у меня как-то какой-то наркоманский соло-лич, который вообще, ну я не понимаю, зачем соло-лич на лёгкой дни. Плюс он ест крипов, он вообще сейчас не сможет ничего делать. Я захожу за башенку и начинаю развлекать его там. Блин, да хватит мне новый, давай. Всё, и пойдём. Хотя, можно и не спешить, в принципе. Можно ещё сейчас сапог взять, чтобы лучше себя чувствовать. Вдруг там... О, фант... Не, всё, миссия провалена, пришёл фантомас. Не знаю, где она, на низу была вроде. Привет, давай запустимся сразу. Ну как там? Ещё вкрутился нормально, вообще цены не было. Ага. Не так, братиш. Так крутятся только идиоты. Крипов, чтобы не забирать. Так, ну берём колечко, возьмём, наверное, небольшой егенчик. Почему бы нет? Транквилы, не знаю. Посмотрим. Ладин 100, спасибо большое за подписочку. Добро пожаловать на канал. Надеюсь, тебе также тут понравится, и ты останешься здесь со мной. С нами. Спасибо. Так, наверное, надо взять стик, потому что меня сейчас будут закидывать кинжалами, новыми. Ты слишком борзый. Борзый и дерзкий. Всё-всё, парни, всё-всё-всё. Всё-всё-всё. А-а-а! Толстячок ещё пришёл. А, это иллюзия, лол. Ну, было довольно-таки страшно, честно вам скажу. Так, ребята здесь раненые, но у меня заканчивается хил, а у них там много всего. Ещё бы крипов научиться ластхить тяксом. Вообще-то цены мне не было. Блин, Лич, ну чё ж ты такой, такой вообще, такой, блин, ядовитый. Забрали! Вообще, на пят засранцы. Ща вернёмся и на характере отомстим. Не знаю, у меня почему-то такое желание хоть какой-то щит бомжа покупать, потому что... На самом деле, то, что я Акс, я вообще не чувствую. Они меня бьют и не краснеют. Просто ни армора не чувствую, ни прокруток не чувствую. Ничего нету. Из того, что должно быть у этого героя. Может, сегодня просто не мой день. Нельзя на Аксе играть. Ну, вот он крутится как-то, как наркоман какой-то. Так, ну Фантомаз пошёл на базу сейчас. Тут урна у Лича. Ну, да, Лича я не убью. Лич с урной, это классный тип. Ну, как ты крутишься, чмо? Блин, это Акс, конечно, в этой игре. Я уже подгорать начинаю. Он крутится так, чтобы не фармить крипов. Как будто специально, знаете? Вот, так надо покрутиться, чтобы ни одного хрипа не убить. Личил его ш... А, пять только. Я думал шестой уже давно аптал. Блин, как-то убить кого-то из них? Ну, так хочется, блядь. Суки, идите сюда, хватит бегать от меня. Засранцы. Не подставляются. Что ты вообще такая дерзкая? Все, все. Все, все. Так, спасибо за подписочку. Джамбодас, спасибо за четвертый месяц. Добро пожаловать. Так, мне в шестой, еще так, на миди-бомж на инвокере. Не, я просто не могу догнать. Я просто никого не догоняю. Блин, они стоят и обстреливают меня там всякими этими ножичками, новыми. Попался. Сучка. Попался. Мист, да? Вот так вот. Будет с каждым. Там фурион сзади пытается лететь. Это что, блядь? Нападение. Сейчас бы покрутиться один раз. И еще один, нет? Ну, он крутится, но слабо очень. Ну, то есть, меня сейчас било 4 юнита, даже 5. 3 крипа. Фантом, как урион. Я прокрутился 2 раза, и то 1 перед смертью. Ну, то есть, как-то несерьезно вообще. Ну, и на том спасибо. В принципе, одного убил. Ульта у меня не было. Так, куда пойти? Надо куда-то уходить с топа. На топе делать нечего. Блин, нет. Надо возвращаться на топ. Ксения Джошка. Спасибо за подписочку. Ну, тут меня сейчас уже убивать будут. Там лич сейчас 6 апнет. Или уже апнул. То есть, тут меня просто будут обстреливать. Новыми. Ооо. Зортвый инвокер с торнадо. И с ботлом. Ну, надо теперь один раз прокрутиться, брат. Я много не прошу. Спасибо. Этого тоже. Не беги за мной, сука! И санстрайк. Вообще, просто мудрый-мудрый персонаж. Я боялся больше всего сейчас, что за мной побежит инвокер. Но так как тут 2К рейтинга, голова вообще не соображает, что типа чайник летает. И, наверное, не надо бежать за героем, если вас двое и летает чайник Вича. Вот. Но радует, что он сообразил. Понял, что к чему. И не продолжил со мной бежать. Ну, ребят, вот так вот играть на инвокере на самом деле не нужно. Ну, то есть, экзортовый инвокер, который бегает и гангает, это хреновый инвокер. То есть, вообще, инвокер, он, в чем его сила экзортов? Он стоит на миде, за счет фаржей он фрифармит, покупает себе мидас, пропивает крипов, то есть, получает много экспы, фармит еще параллельно лес, фаржами добивает руны. Короче, в общем, в миде фармит, фармит лес и при этом помогает команде с санстрайками. То есть, если вы играете на экзортовом инвокере, не нужно бегать по линиям и ганды. То есть, вот квасовексовый инвокер, да, это другой вариант уже. Он должен бегать и помогать команде левела с 7-го, с 8-го. То есть, ты квасвекс, у тебя есть скиллы на драку и ты бегаешь и помогаешь. А экзортовым инвокерам просто достаточно стоять в миде, фармить, пропушивать башню потихоньку и помогать санстрайками. Все. То есть, больше ничего не надо. То есть, если вам команда там говорит, мидер, где ганги, можете смело посылать команду, сами знаете куда, и продолжать фармить мид и кидать санстрайки. Блин, вот это сейчас самая сложная битва. Акспортив кентавра. Сейчас надо леча попробовать убить. Си, бывал. Спасибо за подписочку, братишка. И, конечно же, конечно же, добро пожаловать. Ну, крутиться надо, знаешь об этом? Не знаешь, да? Вообще не крутится, это просто цирк какой-то. Герой не крутящийся. Ну, то есть, он прокрутился, но, блин, я уже, я не знаю, я за этим плечом бегал 20 секунд. Под крипами. Да, еще раз спасибо. Еблан. Еблан велкам. Нам нужны такие. Поэтому, спасибо. Сейчас пойдем на базу. Хотя, на самом деле, пока я дофармлю эти курсы, учитывая, что герои придется мне их руками фармить, можно подождать руну регенерации на топе. Как бы я вот чувствую, что именно регенка сейчас нам выпадет. Не знаю, почему у меня такое чувство, но мне кажется, это именно регенерация. Вот прям очень. Но, не пошло. Гоу мид. Дай что-нибудь. Колдун. Не АФК. Не надо, АФК. Ну, давай. Санстрайк же подлетает. Крутил. Что-нибудь. Все, теперь можешь крутиться, герой. Теперь крутить. Так, ладно. Пошел я на базу. Нету манки. Сзади лич. Лич сзади заходит. Блин, мне до 15 минуты надо еще двух героев убить. Просто без даггера это очень сложно сделать, на самом деле. Так, минус кабан. Как это? Он удивлен. О, можно стакнуть, кстати. Что, в принципе, неплохо будет. Побольше юнитов, больше шанс прокрутиться. Это ко мне вообще. Так, транквилы можно выложить. В принципе, не для того, чтобы эрегениться ими, а для того, чтобы просто АМС больше иметь, когда я это зафармлю, чтобы быстрее добежать на базу и уже сделать куда-то из депорт. Потому что транквилы, к сожалению, когда выключаются, АМС очень сильно падает. И до базы я буду дольше идти. Вот, а так, побежали. Да, нам надо квестик выполнить. Квестик это очень важно. Вкачаем, собственно, компендиум по животу. Так, еще один телепортик. Здесь у нас движение минус... Минус Бладсикер. Вообще, что у нас по команде? 2-3, 1-2, 0-1, 0-2. Но это хорошая, кстати, ситуация. Была не похуже. Поэтому можно пробовать пойти на низ и нафидить. Как раз таки почему бы нет. Ох, е... Вы шутите? Вот это я пришел. Охренеть я пришел. Лучше бы я сюда не приходил. Я еще почти убил фантомку, но что-то... Что-то я охренел. Как будто меня тут ждали. Просто чувак портнулся на бот, разминировал все мины, которые ставил минер на протяжении всей игры. Это я, ребятки. Это просто я. Никто другой так не мог сделать. Я уверен, что минер... Это его первый фраг, походу, да? Нет. У него 3-2-2. 3-2-2 у Лича. Ну, короче, он тут очень долго минировал. Причем за нашей башней. Я не знаю, как это так получается. Как он сюда зашел. Но, видимо, зашел. Так, ну ничего. Блин, у меня еще есть 2 минуты, чтобы сделать 2 фрага. Но, по-моему, это невозможно. Это просто невозможно. Хотя, бля, вот кто... Кто это? Хельп! Ну, он сейчас взорвется, скорее всего. Я не вижу смысла. Не вижу смысла. Так, 5. И 1 фраг, ребят. Фраг и 2 минуты. Очень важный момент. В миде давайте кого-нибудь убьем. Вот. Путш. Вот это... Надо фраг сделать. Срочно. Срочно фраг. Блядь, не мой. Блядь, не мой. Сука. Стилер. Ладно, пойду разминирую. По пути всю движуху. Что можно разминировать? Сука, фраг нужен. 1. Не больше. Просто 1 фраг. Го-го-го, дай что-нибудь. Ух ты, бля. Ладно, сдохну. Тебя не жалко, дурачок. Блин, куча стоит. Боже. А, он еще и спруты замаксил, понимаете? Это тот самый фурион. Не, не сделаю я фраг. Нужен даггер. Потому что я тупо ни до кого дойти не могу. Фурион замаксил спруты, я просто до него не добегаю. Надо блинг. Блин, на 3 звезды не получится выполнить. Пенчально. Блин, где б даггер-то себе найти? Надо где-то найти даггер. Потому что без даггера дела обстоят лишь 10 с мекой. Дела обстоят очень хреново. Без блинка. К сожалению, в харде я не смог выфармить блинг. Потому что против меня и баланс стоял какой-то. Стоял лич плюс фантомка. То есть, жрутся крипы. Икспа не дается. Плюс закидывание новыми даггерами. Дойти тут до пацанов не можешь. Ну и плюс я еще и умер. Там пару, тройку, четверку раз. Ну, я менялся, но все же. Стой, бля, ну крипы. Давайте крутиться так, чтобы я фармил. Плюс очень раздражает то, что во вражеской команде минер. Ну, как бы он минирует. И я всегда буду это все разминировать. И я буду очень часто убирать в этой игре. Ну, пока еще полбеды. Он маленького левела относительно. Там, пятый. Но когда он апнет шестой, уже все. Как бы закончатся шуточки. Так, стой. Это пульта, ты дурочка. Взяла под башню, заехала. Теперь ее не зафармлю. Так, ну почти даггер. Вот это моя пачка. Главное сейчас не сдохнуть. Надо сейчас пойти в лес где-то дофармить. Но тут уже может насрано быть. Где-то от минера. Хотя, в принципе, он... Да ладно, блядь. Ну, почему я? Почему я всегда это ловлю? Почему нету других людей, которые это разминируют? Почему это я всегда? Хороший самстрайвик. Ладно. Даггер сейчас так нас убираем. Погнали, Фуриона убьем. Понял. Сейчас минус сикер будет. Еще вкрутился хоть раз. Мека, я понял. Покрутись, пожалуйста! Спасибо, спидбрейкер убил. Я все, я больше на аксе играть не буду. Он ли ум не найт? Потому что этот герой, сука, он не крутится. Помогите, парни! Ой, хорошо. Помогаем, помогаем, парни! Автоденай будет, но это не страшно. Хотя, можем еще горелку повесить. Все, стрипл килл, спидбрейкер. Все честно. Я была с Абом полгода, а потом вышла замуж. В общем, спустя полгода совместной жизни времени стало больше. И я вернулась глядеть стримы. Но уже с мужем подужин. С прошедшей днюхой стрей. Спасибо большое! Спасибо за поздравления. Спасибо за три соточки. Спасибо за сабскрайб. Очень рад, что появилось время. Очень приятно. Спасибо. Ужас какой-то в этой игре творится. Я ассистентом стал. У меня все фраги стилят еще. Блин, ну тут блэйдмейл нужен. На самом-то деле. Единственный выход, ребят, когда герой у вас не крутится, если вы такой же, как я, удачливый персонаж, то просто покупаете блэйдмейл, и даже если герой не крутится, он дамажит. Все. Давай покрутись еще. Хотя тут руками зафармливаем. Все верно. На чем крутится? Так, давай телепортик. Ну и на мид. Попробуем. Ну почему так долго еще и портуются? Нет, ну то что я ни разу не прокручиваю. Нет, а ты подожди. Хорошо. Паджер. Ну там могут быть мины, не хочу. Кабан разминирует. Ну гоу дальше, ребят, по миду. Наверное, по фурион. О, Паджер заблудился. Хельп! Алло, парни, вы где? Вы же сам... Тот самый момент, когда спиртбрейкер не наводится с мида, а делает телепорт наверх, чтобы навестись. Ну, с логикой поспорить сложно. Просто набирает превосходство. Вот кто ебошит. Блин, ну Пуджа я сам никогда в жизни не убью. Он очень жирный, а я не кручусь. Поэтому тут все против меня. Так, ну минер где-то минирует. Это очевидно. На топе много фарма. Блин, обидно, сука, что я не выполнил три звезды. Придется... Не, переигрывать я его, наверное, не буду. В принципе, эту игру мы выиграем. Но... Хотелось бы квест выполнить на все звезды. Но чуть-чуть не хватило. Все-таки, если бы я пошел на мид, я бы квест выполнил. Но мид мне не дали. Поэтому пришлось идти куда дают. У нас на миде Гроссмейстер на инвокере 0.4 наступает. И чуть-чуть у него не пошла игра. Ну, я подозреваю почему. Потому что он гангает. Пешком бегает. Поэтому игра и не пошла, в принципе. Так, сейчас на топ прилетит Фурион. Я таких читаю обычно. Он сейчас прям где-то будет вырастать из земли. Поэтому можно пофармить лес. И где-то он тут вырастет сейчас. Ну, если он не со стрима, конечно. Потому что кто-то из вражеской команды со стрима, так как омника забанили. Так, где ты? Паджер в инвизе. А мне надо, чтобы Фурион вырос. Вырастай давай уже. Сколько тебя ждать? Но он должен вырасти. Потому что на боте его нет. Надо расти. Ну, ты расти будешь? Блин. Неудача. Может быть, он и как раз со стрима. Специально не растет. Дубмины. Это байт для пятиклассников. Нет? Тогда у меня нет вариантов. Просто там такой АФК-путш стал и стоит, ждет, пока на него нападут. Ну, то есть, обычно так байтили на минке. Блин, даже переагрить крипов не могу. Ни одного вражеского героя на карте я не вижу. О, увидел. Поздно увидел. Дайте мне сагрить крипов. Минус инвокер. Братишка 0.5 уже. Так, надеюсь, тут мин нету. Хотя, в принципе, я не должен взорваться. Все-таки ХП у меня много. Все. В общем, ребят, сделали мы блейдмейл. Теперь можно положиться на себя только. И сделать солофраги. Ну, то есть, без блейдмейла солофраги у меня не особо получались. Потому что, во-первых, пока не было даггера, от меня все убегали. А когда появился даггер, столкнулся с проблемой, что герой не крутится. То есть, теперь с блейдмейлом шансы у нас увеличиваются. О, вот, тем более еще и фантомка с ДД. Шансы втройне утроеняются, увеличиваются. Юзаем блейдмейл. И поехали не крутиться. Прокруточек у нас, естественно, нету. Они нам не нужны, как оказалось. Оп, хотел Куреона сагрить. Сагрил. Они все уже такие жирные, что я даже разрубить не могу. Даже при желании не могу разрубить. Чайник летает. Мы убегаем. Так, опять же. Фраг я хоть один сделал. Да, убил Пуджа. Надеюсь, я тут сейчас не взорвусь. Хотя, тут мили должны быть, по идее. Покрутись сразу, не? Не, вроде нет мин. Так, инвокер. Что у инвокера? 1-5. Но где-то фража и наурвал. Это похвально. Ну, в принципе, мне на базу можно не идти, потому что у меня... Транквил и ВГ. Гоу мид ломать, парни. Парни, вы русские? Парни. Что-то со мной никто даже общаться не хочет. Как-то аж обидно становится. Ломайте башню, я прикрываю, ребят. Я спину крою. Не-не-не, тут ты не уходишь. Сорян. Давай-давай. Ну, а ульта где? Может, кританёшь? Это чему я удивляюсь? Чего я прошу? Так, ну, надеюсь, минёр не... Минёр где-то минирует вообще. Знаете, вот... Гля, ребят, ради вас иду это делать. Просто ради вас. Я знаю, где минёр. И сейчас я вам продемонстрирую это. Как я могу разминировать кучу мин и сдохнуть. Вот, место, в котором стоит 502 мины. Нет? Подождите. Не понял. А где он тогда минирует? Ладно, сейчас найду. Пойду понизу. То есть, очевидно, он минирует вот в этой части карты. Я не думаю, что минируется бот. О, я не думаю, что минируется топ. Скорее всего, где-то вот на подходе к Т1 Таверу стоят мины на линии. Вот. Ну, пойдём дальше сейчас. Так, крипов надо потанковать, чтобы покрутиться. Вообще, на самом деле, какая-то неинтересная игра, потому что... Просто так карта легла, что я никого не могу в этом пике убить. Миньор, он вообще на карте не показывается. Лич уже с меккой, путь жирный. Фуриона хрен увидишь на карте. Фантомка в меня не критует. То есть, вообще, просто... Никого не получается. О, вот. О, как я и говорил. Где-то тут. Сейчас, ребят. Сейчас найдём. Очень много мин стоит. Потому что миньор не показывался на карте минут 5, наверное. Поэтому мин здесь стоит. Блин, я даже ссу почему-то. Может, тут разминирую? Нет, тут вроде нет. Ну, вот тут очень много мин стоит. Он меня сейчас будет заманивать. Там, ссула. О. Пойду к кучу. Там закус намечается. Хотя куч там умирает. Странно, что не автоденаем. Гоу по боту, ребят. Ты один, ты два. Некролин, мин нету. Иди сюда. Вот сюда иди. Иди сюда, я подхилю. Иди сюда. Иди ко мне. Ну, я не должен взорваться. Блин, не верю. Я хочу просто мины разминировать. Там их много. Ну, я не знаю. Просто если тут нет ультовых мин, тогда у меня просто нету вариантов, где они могут быть. Миньор уже левел 8 давно. И на карте не было 5 мин. Чем он занимался тогда, непонятно. Не, не буду. Не свою агром. Поэтому лучше отменил. Ну, Фреон, наверное, убежал на базу уже. Все дела. Она еще меня до гера кидает. Парни, продолжаем давить. Верьте в меня. Я спасу всех. О, пойду, знаете, вот как мужики на этом рейтинге, как они играют на аксел. Ривер, блядь. Я жир. Обычно так и делается. Есть бабки, купил Ривер. Все, ты жирный, ты неубиваемый. Пойдемте. О, я пошел. Не могу разрубить. О, сикер зато рубин. О, а куда он делся? Он просто исчез, по-моему. Так, начинает сгорать потихоньку, а нам надо башку сломать. О, блядь, да как он башит? Я даже состилить просто не могу этого спиртбрейкера. Он просто по два, по три баша подряд лупит. Не парится даже. Да, на самом деле какая-то легкая игра, плюс при этом она неинтересная. Хе. Ну, пора эти мид ломать, я думаю, тут задерживаться больше не надо. Прочитаешь рис одну из валет? Давай, поехал. Надо, чтобы Акс крутилкой рубил деревья. Нет, надо просто, что, ну, как бы, рейнджа ульта у Акса, она не перепроходит через одно дерево. Это плохо. А хотелось бы, чтобы рубило. Потому что покупать топорик, как бы, вообще не хочется. Чтобы эти деревья прогрызать, оно того не стоит. Вот, враги уже стоят АФК. Инвокер молодец. Оп, наконец-то я пуджа разрубил. А то не получалось всю игру. То есть, враги уже стоят АФК, минер вообще ничего не сделал. Ну, как бы, обычно против минера намного печальнее играть. Потому что ты взрываешься по всей карте. И есть такая инфа, ребят, что к минеру ты на хайграунд зайти не можешь. Ну, то есть, ты просто не заходишь к нему на хг, потому что он наставляет ультовых мин. А учитывая, что у нас три милишника, было бы очень неприятно. Вот, но минер стал АФК. Да он вообще АФК минуты с 12, с 15. Вот, после того, как я взорвался на боте и где-то еще вот тут разминировал. Все, после этого минера уже в игре, по сути, не был. Гоу, гоу, гоу. Типа ты играешь против 1К минера. А я играл много против 2К минера, 3К минера, 1К минера. И они все одинаковые. То есть, на минере, чтобы играть, мозгов много не нужно. Тебе надо купить себе Солринг и Арканы, все. И ты ходишь по карте срешь. То есть, геймплей самый, что есть, простой. О, спасибо за пятый месяц. Радту6К, подожди. У меня уже Радту7К, как бы, начался еще на позапрошлом стриме. Вот. Или это ты, Радту6К? Ой, ну вот и поехал. Блин, некролит, короче, опять с косы забрал. Ну, давайте посмотрим, сколько дэмэджа нам. Хотя я сейчас под, этот, поеду, под фонтан. Там же будь шпайбекнулся. У кого еще? Ой, еще кого? Ааа, вот где минер минировал всю игру. Не, он тоже страта неплохая, кстати. Ну, как бы, она рассчитана на то, что тебе сломают базу, ну, как бы, противники на кураже побегут под фонтан, и ты их тут взрываешь. Это, кстати, вообще лютая тема. Че за феня, почему о моем ресабе не было оповещения? Лично молодой, спасибо за ресабчик. И, я не знаю, это косяк твича, может быть, его вообще не...